здравствуйте друзья с вами как всегда евгения 2 сайт маг эксперт . орг разумеется это будет видео для любителей китайской астрологии базы будем рассматривать трагическую судьбу актрисы в этот раз у нас будет елена майорова родилась эта женщина 30 мая пятьдесят восьмого года трагически погибла 23 августа 1997 года биографию коротко пересказывать не буду для тех кто интересуется вы можете найти эту информацию в википедии но вкратце скажу детей у женщины не было она была дважды замужем играла не только в кино но и в театре и по словам коллег очень сильно входило в роль и даже выходные дни или там в какие-то отпуске из-за роли не выходила и якобы на этой почве испытывала депрессию трагическая ее гибель состояла в том что женщина якобы будучи на лестничной клетке своего подъезда подожгла свою одежду то есть вышла покурить это такая основная версия платье в котором она была была шифоновая и на это платье она перед этим неосторожно капнула керосин якобы полоская горло и когда выбрасывала спичку ну как-то это платье подожглось и вот сполыхнула ну кто знает как горит шифон синтетический особенно если на нем капли керосина но она просто вспыхнула как факел я думаю да причем шифон это такая ткань которая тлеет но это ужасно на самом деле ребята просто кошмар и вот она выбежала на улицу и добежала до служебного входа в театр который находился во дворе ее дома и лишилась там сознанием когда ее привезли в больницу склифосовского там а в институт до склифосовского там же не смогли ее спасти не смогли и ничем помочь поскольку ожоги были 85 процентов всей поверхности тела и вот тут разные версии ходят то ли это было самоубийство то ли действительно несчастный случай непонятно ну давайте посмотрим ее карту бадзы обратите внимание прежде всего на то что в карте мы не знаем часа рождения но вот опираясь на основных три столпа мы видим только два элемента огонь и землю это вот буквально огонь превращается в пепел что конечно в данном случае через чур символично но не будем сейчас отвлекаться а давайте как обычно начнем плясать от господина дня господин дня здесь инский огонь который у нас ассоциируется всегда с дрожащий на ветру свечой или спичкой и действительно люди инского огня они могут очень ярко гореть в переносном смысле слова ну а в данном случае вот буквально да все это произошло и могут сгорать перегорать очень быстро и в глубине души это люди довольно тревожные и всегда нуждаются в поддержке каком-то одобрение в то же время это такие люди зажигал очки если можно так выразиться я здесь боюсь даже подбирать неправильно слова потому что вот что не скажи спичка зажигал очка человек фейерверк и вот здесь это будет звучать как-то двусмысленно вы понимаете да ну все из-за того как погибла эта женщина и шутить здесь как бы несмотря на то что я обычно с юмором подхожу ко всему да и с юмором преподношу информацию но здесь как бы шутки неуместны хотя смех юмор это обычно просто защитная реакция когда мы говорим на какие-то очень сложные тяжелые темы юмор нас защищает от того чтобы ну как-то чересчур проникаться до вот этими трагическими судьбами трагическими какими-то переживаниями но так вот этот инский огонь сидит на козе во дворце брака и во дворце здоровья у нее коза инская земля коза вообще у нас всегда ассоциируется с утонченностью артистизмом хорошим вкусом и капризностью и вот этот столб можно охарактеризовать как вот яркая актриса такая вот зажигательная артистка и безусловно человек очень талантливый потому что земляные ветви элемента земли всегда свидетельствуют о наличии каких-то талантов у человека эти таланты он может реализовать если есть самовыражение в карте или в тактах или там приходящих годах либо вынужден как-то подавлять и это может человека потом провоцировать на какие-то неадекватные действия но вот в данном случае есть самовыражение причем она стоит в году и очень проявленная очень сильная но об этом чуть позже давайте посмотрим какие символические звезды стоят в столпе дня рождения цветущий балдахин который опять же указывает на наличие талантов у этой женщины и цветущий балдахин это еще и звезда которая имеет отношение к теме одиночества какой-то вот самоизоляции кроме этого у нее есть звезда приют одиночества во дворце брака обратите на это внимание девушка была два раза замужем но скорее всего ни в том ни в другом браке она счастлива не была смотрите еще какой интересный здесь момент проигрывается приют одиночества это звезда появляется тогда когда женщина выйдя замуж не нравится родителям мужа и в семье мужа чувствует себя чужой и ненужной и ведь действительно когда на первый раз вышла замуж мать мужа не приняла невестку и они были вынуждены уйти жить в общежитии муж не выдержал такой жизни и развелся до ушел домой обратно в квартирку уютную а девушка осталась одна вот вам вот вам так работает приют одиночество также здесь у нас стоят такие звезды как овечий нож ну овечий нож довольно неприятная звездочка которая может трактоваться как волк в овечьей шкуре то есть человек выглядит невинно человек выглядит добрым покладистым и действительно может таким быть но если ему наступить на хвост как говорится да то могут быть реакции со стороны этого человека по типу ах так ну держи фашист гранату то есть овечьий нож это звезда которая действительно показывает человека который мягкий покладистый сердечный до тех пор пока его не разозлить если его разозлить это становится довольно агрессивный человек который может нарубить дров мягко выражаясь дальше демон красной красоты также есть в этом дворце демон красной красоты во-первых хорош для человека ее профессии для актрисы но для личной жизни все-таки звезда неблагоприятная поскольку привлекает к человеку не всегда тех людей с которыми стоило бы строить личную жизнь строить серьезные отношения и толка человека не в те объятия а наоборот хороших людей отталкивает и говорит что-то там недостатки такие-то ты сюда не ходи ты сюда ходи в общем демон красной красоты может человека запутать также здесь мы видим ошибку иньян ну ошибка иньян это всегда признак разводов в карте человека особенно во дворце брака и эта ошибка всегда указывает на то что женщина не совсем понимать чего от нее хочет мужчина в отношениях мужчина которого она выбрала не понимает ее и в общем происходит моя твоя не понимай какой-то вот дисконект дисмиссинг и люди расходятся это один из признаков конфликтов в отношениях благородный человек также здесь стоит в этом дворце ну вы знаете у меня к этой звезде такое неоднозначное отношение вы чуть позже убедитесь почему она такое неоднозначное и так следующий столб это столб месяца и здесь мы видим братство точно такой же инский огонь причем это братство стоит на змее на очень высокой фазе на самой высокой фазе императорского светильника опять же да звучит неоднозначно императорский светильник но смотрите во первых это указание на спец структуру янский край это овечьий нож то что янский край овечьий нож это одно и то же кто не знал просто в разных школах одни и те же звезды по-разному называются и из этого какая-то путаница происходит в теории бадзы то есть по сути эта структура судьбы или личности если хотите которую можно так и охарактеризовать как волк в овечьей шкуре и человека могут принимать не за того кем он есть на самом деле но для актрисы в принципе это неплохо правда ведь согласитесь то есть эта способность играть роли играть не того человека кем ты есть надевать на себя чужие шкуры то есть грубо говоря можно еще так сказать что это человек в маске да по идее в общем то подходит но я хотела обратить ваше внимание на то что несмотря на вот эту поддержку в которой нуждается огонь и в столпе месяца стоит конкурент то есть вот это самое братство она по идее с одной стороны опять же очень хорошо для актеров актрис для людей которые работают с публикой на публику но это же и конкуренция а в театре в кино конкуренция но это страшная вещь на самом-то деле ну вот кто в курсе вот этих всех закулистых баталий тот я думаю поймет о чем идет речь в данном случае и вот тут кто-то из конкурентов может быть успешнее и затмевать собою звезду этой актрисы которую мы рассматриваем то есть елены то есть здесь могла возникать ее стороны некая ревность что другим актрисам дают лучшие роли другие актрисы более популярны она так старается так старается а у нее не получается этих конкуренток переплюнуть может ли это у актрисы вызывать зависть может ли это вызывать обиду депрессию да конечно да тем более вот смотрите в какие годы произошла ее смерть в 90-е это как раз то время когда и кино и театр переживали самые худшие свои времена в истории ну по крайней мере вот на территории бывшего советского союза и вот представьте такая актриса до которая снимается в кино и и столько людей знают она служит в театре а живет в общежитии да и может быть не очень хорошо живет да и в личной жизни что-то как-то не очень все складывается как хотелось бы то есть нет личного вот этого счастья деток тоже нет обратите внимание на то что в этот период таких сложных кризисных моментов театре в принципе и в кино каким-то другим актрисам дают роли кто-то более успешен чем она а в это время очень нужны деньги а муж муж художник там какой-то да я не думаю что он тоже как-то хорошо стоял на ногах тем более впоследствии супруг умер буквально через девять месяцев после ее гибели от болезни раком то есть видимо она знала что он болен и вот как бы это могло ее еще больше удручать но я заговорила за деток все потому что у нее на первом месте стоит нападение на власть в столбе года рождения для женщины для женской карты самовыражение это еще и дети с дети на первом месте а детей нет детей нет почему потому что вот это самореализация или самовыражение у нее реализовывалась именно в работе актрисой понимаете да энергия вся сконцентрировалась и ушла именно на эту работу а не на деторождение причем смотрите это не дух наслаждения это нападение на власть там будет дарский дух это ранение чиновника и это вот такое самовыражение ну многие говорили что она играла на разрыв да то есть но на надрыве вот так правильнее будет сказать что у нее все роли были такие какие-то ну тоже тяжелые или какие-то вызывающие но в общем какие-то дерзкие да вот соответственно мы видим реализацию этого самовыражения по типу нападения на власть но тут же еще нападение на власть это как я уже сказала ранение чиновника а чиновник в женской карте это кто ну понятное дело что это начальники то есть она могла не нравиться начальству то есть руководителям театра или руководителям съемочных каких-то процессов потому что могла говорить то что думает а это понятное дело далеко не всем нравится но в женской карте помимо начальства власть или чиновник это еще и муж то есть это вынос мозга мужу когда женщина чем-то недовольна когда она несчастлива когда она чувствует одиночество в отношениях она начинает нападать на супруга и требовать от него вот этой любви вот этого счастья а годы то были какие подумайте сами до жили они в общежитии денег нет елки-палки вся эта популярность известность не дает никакого профита материального и все это естественно изливалось на голову мужа учитывая то что там и ошибка и ньян и овечьей нож и приют одиночества и цветущий балдахин в дворце супружества то это конечно не самым лучшим образом сказывалась на отношениях так ну я еще не прошлась по символическим звездам в столпе месяца такие символические звезды как почтовая лошадь овечий нож вознаграждение десяти невестных стволов демон уничтожения красный луань почтовая лошадь может давать командировки поездки и какие-то перемены в жизни какие-то изменения но для ее профессии хорошо иметь почтовую лошадь но про овечий нож я уже говорила вознаграждение сети небесных стволов тоже одна из тех звезд которые для меня являются такой вот достаточно неоднозначной звездой потому что в теории всегда про эту звезду говорится что эта звезда процветания то есть она дает богатство она дает деньги в принципе здесь могло быть какое-то процветание но в профессии например да не деньги а например слава известность популярность в принципе вознаграждение 10 небесных стволов может такое давать но я эту звезду называю звездой воздаяния то есть это такой вот бумеранг что человек посеял тонны пожнет если заслужил лавры будет получать лавры если заслужил богатство будет получать богатство если заслужил наказание будет получать наказание причем вот так знаете жестко и по полной программе также здесь демон уничтожения ну Ну, да, эта звезда, конечно, негативная. Ну и Красный Луань. Красный Луань хорошая звезда для человека яркого, яркой профессии, для актрисы. Это супер. Красный Луань дает браки, то есть, в принципе, несмотря на нападение на власть на первом месте, она была замужем, причем дважды. Это не то, что ее, в принципе, брать замуж не хотели. Хотели, брали, но заканчивалось это не очень хорошо. Ну, а звезды, которые стоят в столпе года, это у нас прежде всего Куйганг. Ну, про Куйганг, я думаю, вам не нужно лишних слов говорить. Это вот человек, которого боятся демоны, да. Хорошая звезда, опять же, для таких вот личностей сильных, руководителей, для актеров. Ну, я эту звезду, знаете, как называю? Бабайка. Когда-нибудь я вам объясню, почему именно Бабайка. Вот, Бабайка. Или Баба-Яга, да, вот, Бугимэн, вот что-то типа того. Значит, дальше у нас есть звезда банкротства. Ну, понятно, да, человек, может быть, в Советском Союзе еще как-то более-менее хорошо мог жить, да. А вот когда наступили вот эти голодные 90-е, думаю, да, здесь звезда банкротства по полной программе по ней прошлась. Ну, и Цветущий Балдахин, само собой, человек талантливый, еще раз повторюсь, но вот склонен к одиночеству, к депрессиям. Это хорошо для художников, для актеров, для вот таких вот профессий богемных, если можно так выразиться. Ну, вот для личного счастья, да, вот чтобы человек себя чувствовал счастливым, успешным, благополучным, вот чтобы у него куча друзей была, чтобы у него там, я не знаю, была такая вот жизнь полная чаша. То вот эта звездочка все-таки этому неблагоприятствует, то есть это такое одиночество в толпе, да, человек популярен, да, вокруг куча друзей, а человек чувствует себя одиноко, чувствует себя непонятым, да, вот как часто художники, чувствует себя непонятыми, непринятыми, вот что-то, ну, как бы не то. Ну, я надеюсь, я, понятно, донесла свою мысль. А теперь давайте смотреть такт удачи, в котором произошла эта трагедия. Это такт, который начался буквально за год до происшествия, в 1996 году она вступила в новый такт удачи, и заметьте, очень радикально отличающийся от предыдущих тактов, потому что до этого у нее были такты дерева. Дерево. И вот смотрите, по-моему, по спецструктуре Янский край, если я не ошибаюсь, а вообще я могу сейчас ошибиться, потому что я теоретически вот эти вот моменты могу просто не помнить, вот, и путаться в показаниях, как говорится, да, я всегда смотрю на судьбу, что для человека благоприятно, что неблагоприятно. Вот для этой судьбы благоприятно было дерево, то есть ресурс, то, что укрепляло господина дня. А новый такт удачи – это вода и земля. Вода и земля. И смотрите, это такт седьмого убийцы. Я часто вижу, что смерти случаются именно тогда, когда приходит седьмой убийца, и это не обязательно убийство в прямом смысле слова, когда приходит убийца и тебя убивает. Седьмой убийца – это может быть и самоубийство в том числе, а иногда это может быть просто смерть, когда человек умер, но, может быть, сам себя съел, да, вот, какими-то своими мыслями спровоцировал какую-нибудь болезнь или что-то типа того. Я надеюсь, опять же, вы понимаете, что имеется в виду, какую мысль я хочу до вас донести, что такое седьмой убийца, как он может работать. Но седьмой убийца в личной жизни может еще себя проявлять как то, что в супружестве женщина могла чувствовать какую-то неудовлетворенность. Иногда седьмой убийца дает измены мужа, но это не всегда так. Седьмой убийца может просто указывать на то, что женщина недовольна своим выбором, что она вот вышла замуж, а муж не такой муж, как ей нужно, да, а вот совершенно вот какой-то такой вот человек, от которого она никак не может добиться желаемого. То есть ей, может быть, хотелось бы, чтобы муж был правильный чиновник, да, чтобы вот такой честный, благородный, пообещал, исполнил, сказал, сделал, и вот добытчик. Ну, такой вот классический пример успешного мужа для женщины, да. А здесь седьмой убийца, может быть, любовник он и хороший, может быть, с ним и есть о чем поговорить, может быть, он и талантливый, и все такое прочее, но, но женщина мужем недовольна, потому что он неправильный муж, не такой, как ей необходим. Вот, и на этой почве могли быть, опять же, проблемы во взаимоотношениях. Но тут еще, смотрите, какой момент. Вот эта звезда седьмого убийцы, она пришла в такте с такими звездами, как хранилище и благородный человек. Вы понимаете, да, благородный человек, я уже неоднократно вам рассказывала, он может вам устроить похороны. Поэтому это не такая уж благоприятная звезда, как нам всем рассказывают. Особенно, когда она приходит с хранилищем, там, на фазе могилы, с седьмым убийцей. О-о-о. И обратите внимание, что это была инская вода, которая в конфликте с господином дня, инским огнем, то есть это столкновение. И эта инская вода на быке, бык, казалось бы, хорошая звезда для актера, потому что сама по себе вот эта энергия, вот этот иероглиф «бык» обозначает вовсе не быка, он обозначает юродивого, то есть человека, который лицедействует, корчит рожицы, ну то есть актер, особенно такого больше комедийного жанра, юмористического. Если бы она пошла вот именно в такие роли на данном этапе жизни, а не продолжала играть вот такие серьезные, драматические какие-то роли, возможно, как-то легче ей было бы пережить этого седьмого убийцу с хранилищем и благородным человеком. Но если женщина продолжила тот же путь, то вы понимаете, то, что ей раньше удавалось неплохо, более-менее, да, на тактах дерева, вот здесь с земляными и вот этими водными энергиями давалось гораздо сложнее, тем более вот годы такие, да, годы не очень хорошие, вообще, в принципе, были для театра и кино, соответственно, ее переживания могли здесь очень сильно утрироваться. К тому же, что характерно, бык вступает в земляное наказание с ее собакой в столпе года и с ее козой в столпе дня. Вуаля, земляное наказание. Земляное наказание, столкновение господина дня с седьмым убийцей и вот май ему шумай ему, как говорят у нас в Украине. Год 97-й, давайте смотреть, это братство, опять же, на быке, то есть вот это земляное наказание, оно еще больше начинает работать. Господин дня здесь на фазе могила и опять же мы видим здесь хранилище с благородным человеком. Тут вот это самое братство, это как раз вот та самая конкуренция. Видимо, какую-то роль, на которую претендовала Елена, отдали другой актрисе и это просто ее выбило из колеи, просто выбило у нее почву из-под ног, если можно так сказать в данном случае. И что же это было? Это был несчастный случай? Ну, вполне вероятно, да, такие энергии седьмой убийца, земляное наказание, хранилище, благородный человек, овечий ножку и ганг, да, конечно, это мог быть несчастный случай, но это очень сильно смахивает на акт самосожжения, ребята, как некая провокация, демонстрация, наказание кого-то, возможно, кого-то из своего начальства. Ведь куда она побежала? Она не побежала домой, душ принять, да, там, под воду как-то, ну, чтобы потушить этот огонь, она побежала в театр. Зачем? Чтобы что? Не, понятно, она там просила о помощи, но все равно. И это действительно мог быть такой вот акт самовыражения в ее случае, акт самосожжения на зло врагам. Почему я так говорю? Потому что месяц, в котором все случилось, это был месяц нападения на власть. Опять же, да? Ранение чиновника или бунтарский дух. Что еще интересно, это то, что это был месяц Янской земли, которая сливается с седьмым убийцем в данном случае и, опять же, дает огонь. И тут еще эта Янская земля была на обезьяне в месяце августе. А обезьяна здесь может вступать в огненное наказание вместе со змеей в столпе месяца рождения. И, допустим, если это был день тигра или час тигра, или, допустим, она родилась в час тигра, то здесь не только земляное наказание, но и огненное в том числе. А какие же звездочки были символические в этом августе? Демон грабежа, ну вот явно кто-то украл у нее роль. Да, вот какая-то актриса была более в данном случае успешна, нежели она. И вот она это воспринимала как то, что ее как бы ограбили, что ее предали, что ее кинули. Как так? Здесь же был красный луань, золотая карета, почтовая лошадь. И очень хотелось эту роль заполучить, потому что, ну, это деньги в данном случае. Это был бы какой-то успех, это была бы какая-то, может быть, командировка выгодная для нее. Но кто-то увел у нее этот успех, кто-то у нее этот успех забрал. И произошло то, что произошло. Вот, да, женщина, видимо, этого не выдержала и вот так вот вспыхнула, извините за, опять же, может быть, не совсем уместное в данном случае выражение, потому что оно звучит двояко в данном случае. Вот реально человек вспыхнул, взорвался. И вот тут я хочу провести некоторые параллели. Мы недавно смотрели карту, если я не ошибаюсь, Джастина Тимберлейка, у которого тоже там было и земляное наказание, и огненное, но он на этих наказаниях женился. А вот здесь человек на этих наказаниях погиб. И все это зависит от того, полезны ли эти элементы, которые есть в огненном наказании, в земляном наказании, или эти элементы не полезны. И, понятное дело, также нужно оговориться, что и символические звезды имеют значение, и вся судьба в целом. Хотя судьба у нее на судьбу Джастина Тимберлейка похожа. У него же тоже нападение на власть на первом месте, такое укорененное стояло. Братство тоже такое сильное укорененное в столпе месяца было. Только в других элементах, разумеется. И вот смотрите, как по-разному, казалось бы, одни и те же паттерны проигрываются в жизнях разных людей. Это очень интересно, ребята, просто умопомрачительно. Я еще раз хочу выразить свое восхищение китайской астрологии, ну и Всевышнему, разумеется, за то, что он так умело это все программирует. Это просто гений какой-то. Я на самом деле карты Бадзи рассматриваю как программный код, по которому работают наши биороботы, так скажем. И вот тот творец, который это все запрограммировал, он реально гений. Реально гений. Ну вот так. Вот такая трагическая судьба. Вот так мы рассмотрели с вами, как работают иероглифы, карты Бадзи. Увидели работу земляных и огненных наказаний, седьмого убийцы, хранилища и благородного человека. Я вот тут еще, знаете, о чем подумала? Что вот эта вода инская, это же как капельки, да, дождик. А могут ли это быть капли керосина на ее платье, которые легко воспламенились? Ну тут в буквальном смысле, смотрите, очень много инского огня. Один, два, три я насчитала. То есть один в столпе дня, один в столпе месяца рождения и столб года, который пришел в 97-м. И вот этот огонь инский и вот эти капельки керосина в виде инской воды в столкновении друг с другом. Ну видите, насколько здесь все символично. Просто умопомрачительно. И к тому же вот эта вода, во-первых, ее очень мало, а огня слишком много. И даже вот эта вода вместе с янским элементом земли сливается снова-таки в огонь. Пардонте. Решила проверить, точно ли слияние в огонь идет, потому что что-то как-то запамятовало, вдруг дерево. Нет, нет, правда, огонь. Все верно, ничего не перепутала. И вот тут смотрите, если бы в карте была бы, ну хоть чуть-чуточку представлена вода, которая бы не сливалась, то может быть и можно было бы женщину как-то спасти. А в данном случае, ну ни капли воды, понимаете, ни капли воды. Все очень сухо в этой карте, да, слишком сухо и горячо. Вот почему ей даже мысль в голову не могла прийти, как-то вот затушить этот огонь с помощью воды, там встать под душ или что-то типа того сделать. Но если это был вообще, в принципе, акт самосожжения с такой вот демонстрацией, да, то есть демонстративный акт самосожжения, то оно как бы и понятно, почему не было воды и почему она не предприняла попытки как-то потушить этот огонь самостоятельно. Ну все, ребята, слишком грустная тема, не хочется сильно глубоко в это все погружаться и вам портить как-то этим настроение. Будем заканчивать, да, будем закругляться. Я благодарю вас за внимание, будьте здоровы, будьте счастливы, живите осознанно и принимайте правильные решения. А на этом я не прощаюсь, надеюсь, встретимся в следующем видеосюжете. Пока-пока.